Я хочу разобрать, посмотреть. Ну, прикиньте, там кто-то труп замуровал. Это реально чей-то череп. У нас вот тут, короче, над головами вообще штукатурка сыпется, но я надеюсь, что эта прогнившая арматура нас спасет. Снаряд нашли? Снаряд. Слушай, нет, снаряд. Снаряд? Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Все постсоветское пространство, можно сказать, усыпано просто различными заброшенными военными объектами. Сегодня мы идем в один из таких, где мы находимся, я не буду говорить, потому что этот объект, скорее всего, аварийный. Вообще не факт, кстати, что мы туда сегодня попадем. Ну, если не попадем, значит, этого видео не будет. Но если вы смотрите, значит, ну, как бы такой маленький спойлер, мы, наверное, туда уже попали. Сегодня мы посетим один из ракетных комплексов. В общем, по всему СНГ было таких что-то около 30 или там 30 с чем-то. Я здесь уже был когда-то, это был далекий 2011 год, я тогда еще не был блогером. В общем, здесь на территории было 4 ракетные шахты, то есть они прямо вот так под землю уходили, что-то на 30 или 35 метров. И я приехал сюда, потому что мне интересно было совершить прыжок внутрь самой ракетной шахты. Но тогда меня ждало небольшое такое разочарование. И чисто случайно мы смотрим, там, короче, были такие бетонные плиты и между ними такая щель. Мы залазим туда, а там, короче, было 3 этажа под землю. Третий, короче, самый нижний был затопленный, ну и 2 этажа. Получается, мы там с товарищем походили, пофотографировали. Я тогда еще не был видеоблогером и, к сожалению, видео не снимал. Сейчас же я решил вернуться сюда спустя уже сколько там, 6 или 7 лет. Но прежде чем сюда вернуться, я прочитал немножко в интернете, что здесь что-то поменялось немножко. Я, кстати, вижу, что поменялось, потому что этот объект был очень засекречен. Он находился прямо в лесу, даже на гугл-картах просто вот был вокруг лес. А сейчас смотрите, сколько выпилили деревьев. Ну и про это место в интернете я читал, что в эти ракетные шахты время от времени проваливались какие-то люди. И здесь все прям залили бетоном. Но я подумал, что, во-первых, это находится где-то в жопе мира. Во-вторых, ну каким бетоном все залили, потому что у нас же люди даже дороги не могут сделать. А где взяли столько бетона? Но все-таки мы сюда приехали с целью испытать удачу. Вдруг мы что-то такие найдем. Потому что место на самом деле, ну, на тот момент мне было интересное очень. Хотя мне особо сравнивать не с чем было. Короче, вот так вот. У нас тут что-то есть в этой дырочке. Я надеюсь, что это не залаз, потому что я бы не хотел бы через такую дырку залазить. Нет. Мне видно, что там, короче, залаза нет. Все залазы вот такими вот плитами, короче, закрыли. В общем, расскажу в двух словах, как это, короче, выглядело раньше. Было по углам четыре ракетные отверстия, в которых были ракеты. И между ними, короче, были такие тоннели, кабинеты и так далее, тому подобное. Типа пункт управления, что-то такое под землей. Сейчас мы вот здесь походим и надеюсь, что мы найдем все-таки вход. Но, напомню вам, если вы видите это видео, это значит о том, что мы все-таки смогли туда внутри попасть. Не так уж много прошло времени и нас уже ждет удача. В общем, мы нашли вот такое вот отверстие. Раньше это был вход. Ну, короче, здесь раньше все совсем по-другому выглядело, но вот мне память не подводит. Вот именно вот здесь был вход. Насколько мы видим, ребята, здесь кто-то что-то то ли вдолбал какими-то молотками, то ли взрывал. Вот, короче, в дверях прям лежит вот такая вот глыба каменная. Потом засыпано землей. И вообще здесь тракторами все перерыто и так далее, и тому подобное. В общем, я смотрю туда вглубь, и мне кажется, что там есть все-таки что посмотреть. Так, Макс решил залезть первым. Нужно держаться за вот эти штуки, потому что здесь немножко сырая земля. Могут ноги туда вниз уехать. Прямо у двери вот такая вот стрелочка вверх. Включаем свет и смотрим, что у нас тут есть. Так. Здесь все усыпано камнями какими-то. Не знаю, уж с ним. Так, здесь, наверное, что-то пытались взрывать, потому что как-то все подразрушененько тут выглядит. А вот сразу же мы видим этаж вниз. Я, правда, не знаю, как мы сейчас туда спустимся. Раньше здесь была лестница. А здесь, короче, тоже есть какой-то обвал. Я предлагаю все-таки для начала исследовать до конца вот этот этаж, а потом, может быть, мы спустимся там, если мы не найдем более человеческого спуска. Потому что, как я говорил раньше, здесь были лестницы, по которым можно было спуститься. Но так как здесь все пытались закрыть, чтобы люди не лазили, наверное, лестниц больше здесь нет. Мы, кстати, когда сюда зашли, первым делом я обратил внимание вот сюда, мне показалось, что это чьи-то рожки. А потом подошли ближе, я посмотрел, это реально чей-то череп. Вот так прям в трубе лежит. Жуткая картина. Я даже не знаю, это коза, наверное, или что это? Фу, мерзкая. Такие зубы вот тут. Первый этаж, или нулевой, как это правильно назвать, мы исследовали полностью, и нам нужно уже куда-то спускаться ниже, либо подниматься обратно вверх. Короче, ну мы же для чего-то сюда пришли, поэтому давайте спускаться ниже. А вот эти такие полоски на стенках, неравномерные вниз, говорят, наверное, о том, что здесь раньше была лестница. И какие-то сталкеры тоже, наверное, здесь соорудили для себя вот такую вот лестницу, по которой мы, скорее всего, сейчас спустимся. Потому что, ну, наверное, это будет самый такой из возможных безопасный вариант спуска и подъема. В общем, я, наверное, пойду первый. Что, давай камеру. Так, ну, судя по всему, можно сюда прыгать. Я пока, короче, не буду ходить туда внутрь, но посмотрю, что, да, там есть еще куда идти, поэтому ждем, ребят. Ребята уже спустились, и мы отправляемся дальше. Сейчас мы находимся один этаж под землю. Ну, типа, второй этаж под землю. Насколько я помню, когда я здесь был впервые, ну, до недавних времен, это был единственный раз, когда я здесь был, здесь было три этажа под землю. Ну, может быть, было больше, но нам удалось исследовать только два под землю, и третий уже был затоплен, он был покрыт водой. Так, что у нас здесь? А здесь у нас просто какая-то вот такая пустая длинная комната. Здесь, кстати, есть какое-то такое приспособление в виде лестницы, которое ведет никуда. Не ведет она. А здесь, походу, стояли генераторы, которые обслуживали, так сказать, все вот эти помещения ракетного комплекса. Здесь, как и в большинстве заброшенных доступных военных объектов, нету ничего, все разворовано. Можно любоваться только голыми, вот такими вот слегка разваленными стенами. Сейчас мы отправляемся, наверное, в душевую. Так, судя по плитке, здесь, да, когда-то была душевая. Здесь даже плитку, смотрите, содрали плитку. Ну, не всю, конечно же, но практически всю. Так, помещение здесь, ребята, не очень большое, и мы его практически все уже здесь обошли. Вот, кстати, наша залазная палка, по которой мы залазили вверх. А, все, и там. Тут, кстати, вот, смотрите, сюда мы залезли, и вот у нас стрелочки расходятся в две стороны, и мы, короче, идем еще в эту сторону, в вторую, где мы не были. Так, здесь у нас тоже пустая вот комната, а здесь что-то написано. Опасно, высокое давление, горючая, агрессивная, жидкость, не входи, работает насос. Вот и причина того, почему нам стало здесь немножко прохладно. Здесь вода. Так, а здесь что написано? В случае поражения ТМ-185 необходимо немедленно удалить пострадавшего из зараженной зоны поражения, пожарные кожные покровы, обмыть большим количеством воды, зараженный участок засыпать песком, после чего песок собрать, и пожечь их в специально отведенном месте. Походу, ребята, здесь было что-то, короче, радиационное. Так, судя по вот этому, так сказать, подставнику, или подставке, как правильно сказать, здесь, наверное, когда-то находились ракеты. И, возможно, вот это был переход в сами ракетные уже пусковые шахты, и они сейчас, короче, завалены, засыпаны. Ну, это, наверное, сделано для того, чтобы сюда никто уже не мог попасть. Аварийный люк лаз. Офигеть, ребята, мы нашли, короче. Мы уже собирались уходить, но нашли что-то интересное. Что, полезем туда? Да я посвечу туда по стришотам хотя бы. Аккуратно надо, даже аккуратно. Очень, очень аккуратно. Так, что у нас тут? Потолок ненадежный. Давай. Давай, тогда снимай, короче, свете, и я полез. Здесь написано, аварийный люк лаз. Наверное, сейчас выйдем где-то на улицу. Посвети туда внутрь, мне страшно. Так, ай-ка. Брать, страшно. Ну что, залазьте, пацаны. Слушай, а вот здесь я еще не был. Здесь интересно. Ты глянь на тебе надежный. Да, надежный здесь, конечно, просто капец. У нас над головой все прям разрушается. Да, посвети я вот этот камушек. Хочу попробовать пошевелить. Он шевелится, но я не буду его, короче, тянуть, потому что реально у нас над головами сейчас может все обсыпаться. Надеюсь, вы, ребята, понимаете, почему я не хочу. Где? Все нормально. Где трещина? Оно, блядь. Ну ничего, ничего страшного. Здесь же пытались все взрывать, консервировать. Смотри, у нас вот тут, короче, над головами вообще штукатурка сыпется, но я надеюсь, что эта прогнившая арматура нас спасет. Итак, все внутри. Ну что, ребята, движемся дальше. Здесь смотришь на вот эти стены, так и хочется сказать, надежно. Так, а вот здесь мы видим уже такой переход. Здесь более светлое все, там более темное. Наверное, это какая-то сырость. Чем это связано, не знаю. Здесь тоже обдолбленная стенка. Аж торчит просто арматура. Я думаю, что вот так арматура не должна наружу торчать. Так, вот эта комната, где вода была. Идем дальше, посмотрим, что там сейчас нас будет ждать. Здесь, кстати, реально прохладнее как-то. Что ты говоришь? Рельсы. Рельсы? Да. А то рельсы. А, реально, может сверху там по рельсам ракеты ездили. Я же думаю, их как-то там нужно было транспортировать. Явно не руками. А вот здесь, кстати, меня вот это смущает. Смотрите, вот так все. Кстати, чем-то воняет. Не знаю, чем воняет, но, короче, чем-то воняет не очень хорошим. Какие-то какашки. Или что это? Да, вот это реально может завалиться. Потому что... Не, ну здесь реально опасно находиться. Ну давайте аккуратненько пройдем. Лучше не будем стоять напротив него. Лучше нас завалит с какой-то из сторон. И нас кто-то вытянет. Фу. А сейчас я знаю, где мы. Смотрите, ребята, что я нашел. Знаешь, что это за херня? Что? Это походу ракета, когда запускается, выводы, типа выхлопные трубы. Ага, то есть мы сейчас где-то находимся практически в ракетной шахте? А может и нет. А это вообще написано было, что люк аварийного выхода. Дренаж, шарыш, дренаж. Короче, ладно. Давайте пойдем. Ну, давайте на выход идти пока не будем. Эй, ребят. Пишите. Давайте еще сюда зайдем, смотрите. Не, интересно было, куда мы выйдем. Вот здесь реально все опасно, завалено вот так. Вот это снаряд, пацаны. Да. Снаряд нашли? Это снаряд. Охуеть. А может и нет. Нет, снаряд. Снаряд? Да. Как думаешь, он рванет? Нет, без спора. Ваши чисто зарядка. Ну, этот. Пробивная целая. Охренеть. Ого. Пуля, понял, типа. Вот это трофей нашли. Слушай, вот этим снарядом они с чего стреляли? Не с ракетой? Нет. Стреляют какие-то... От малокалиберной пушки? Да. Или от танка, как раз, малокалиберной. Ни хрена с снаряды у танка, конечно, я тебе скажу. Все, как мы интимные эти что? Я, короче, не разбираюсь в этом. Ну, ребята, если что-то понимаете, от чего этот снаряд может быть, пишите в комментариях. Короче, пусть пока тут полежит, на обратном пути заберем его. Я не знаю, что я с ним делать буду. Зима террору, обратно. Пусть будет. Кстати, да, здесь может быть радиация, потому что, я так понимаю, вот эти тоннели где-то ведут к самим ракетным шахтам. И здесь пыль, короче, такая неприятный вкус, короче, пыли. Так, вот здесь очень красиво этот тоннель смотрится, а сейчас мы в него пойдем. Скажу вам честно, ребята, страшновато сюда идти. Здесь, походу, вот что-то взрывали, либо землетрясение какое-то было, потому что такие глыбы. Они спроста большие лежат, вот прям посреди комнат. С потолка, в принципе, не видно, чтобы что-то сыпалось. Но вот тут, короче, снизу выбивали явно. Вот эти глыбы такие, они вот тут где-то стояли. Когда человек наступил, смотрите, сразу же видно после него след. В принципе, здесь, видимо, давно никто не ходил. Хотя нет. Вот на шланге есть след. И это явно не наш след. Давайте посмотрим, что там было. Подержи. Постоянно пожарный выход. Так. Движемся дальше. Вообще написано было, что это аварийный выход. И мы нашли несколько выходов на улицу. Здесь написано стоп. И стрелочка туда, влево. Так, а здесь, походу, был вход один из. И все завалено вот так вот. Короче, мы туда не пойдем, потому что там, короче, ну, разрушенные стены. И туда реально опасно идти. И, возможно, даже тут опасно стоять, потому что, если там те стены упадут, сюда к нам явно что-то может тоже долететь. Вот, кстати, мы возле входа рядом находимся. Так, еще один выход из улицы. Что, пошли? Посмотрим? Что там? А что там? Там я видел, там жопа. Так, еще, еще одна душевая кабинка. Я хочу разобрать, посмотреть. Ну, прикиньте, там кто-то труп замуровал. Да, ничего не случится. Блин, у меня кирпич в руке рассыпался на две части. Я испугался. Да, я посвечу туда. Да, просто сквозная дырка в тот коридор, с которого мы пришли. Там, короче, для снаряда. Что написано? Без команды начальника к работе не приступать. Здесь, короче, со всех сторон что-то написано. Если вам интересно, можете нажимать на паузу, читать. Я просто вот так поснимаю, читать не буду. Пойдем дальше, ребят. Под нами опять же вода. Здесь тоже вода. Вот там, короче, такое отверстие уже, как будто... Где-то какие-то маленькие ракетки лежали. Ну, а здесь, собственно, ребята, уже видно, что на вот этих штуках точно лежали ракеты когда-то. Теперь я могу заявить, что мы исследовали здесь уже всю территорию, которая здесь доступна на данный момент. Потому что многие комнаты здесь просто завалены, либо настолько в аварийном состоянии, что в них реально очень опасно заходить. Я надеюсь, что данный видеоролик вам очень понравился, потому что последнее время, мне кажется, вам стало интереснее подобные ролики смотреть интереснее, нежели какие-то руфы. Если это не так, то посмотрите мой предыдущий ролик. Мы залезли на телевышку высота, которая составляет 355 метров. Где-то вот тут выскочит подсказка, жмите на нее. Ну, а за данный ролик, короче, жмякайте мне лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Впереди еще будут, короче, много-много классных видосов. Не обещаю, что очень часто, потому что, ребята, подобные места реально сложно находить. Поэтому надеюсь на ваше понимание. В общем, с вас лайк, подписка, если не подписаны. Ну, а с меня в будущем новый контент. С вами был Сергей Трейсер. Всем до новых встреч. Всем пока. Пока.